Земля. Гид для путешественников. В это путешествие я отправился, чтобы увидеть одно из чудес природы, о котором прежде я только слышал. Временами было интересно. Временами путешествие больше походило на пытку, но по большей части было здорово. Я наслаждался природой и пейзажами Латинской Америки, где мне прежде не приходилось бывать, а еще я познакомился с людьми, которые умеют жить полной жизнью. Сама Аргентина оказалась настоящим шедевром. И сейчас я направляюсь к настоящей жемчужине этой прекрасной страны. К водопадам Игуасу. Аргентина. Жемчужина природы. Часть первая. Водопады Игуасу. Беспощадная красота. По отношению к Корее Аргентина находится в другой части земного шара. И одни только перелеты заняли у меня более 30 часов. Это вторая по величине страна в Южной Америке и восьмая во всем мире. На перелет из столицы Аргентины Буэнос-Айреса к водопадам Игуасу ушло еще два часа. Водопад находится неподалеку от северной границы Аргентины. Пролетев полстраны, которая по площади в 28 раз больше Кореи, я наконец-то увидел реку Барана. Это означает, что водопады Игуасу уже недалеко. Я решил, что водопады Игуасу должны быть первой остановкой в моем путешествии. Мне хотелось поскорее увидеть один из самых масштабных водопадов в мире. Однако путь к Игуасу оказался долгим и непростым. Чтобы добраться до водопада, нужно сесть на поезд, отправляющийся от входа в национальный парк. Спасибо. Парк настолько велик, что у него есть свой собственный центральный вокзал. Туристический поезд идет прямо к водопадам Игуасу. На вокзале толпятся туристы, желающие увидеть водопад. Ежегодно сюда приезжает более миллиона человек. После долгого ожидания я, наконец, в поезде. Я еще даже не увидел Игуасу, но уже успел притомиться. Путь к водопадам Игуасу ведет через густые джунгли. Ветерок и ароматы зелени прекрасно освежают. Столь долгий путь лишь разжег во мне желание увидеть водопады. Примерно через 10 минут я, наконец, увидел отблески воды. Шум воды настолько силен, что у меня даже сердце начало биться быстрее. Похоже, скорость потока здесь огромнейшая. И вот, наконец, я добрался до Игуасу. Я много слышал об этих водопадах, и все же Игуасу с первого взгляда поразили мое воображение. Средняя высота Игуасу примерно 70 метров. Что делает их величайшим из трех крупнейших водопадов в мире. Игуасу состоит примерно из 270 больших и маленьких водопадов. Все водопады отличаются по высоте, размерам и форме. Шум падающей воды звучит для меня, как прекрасная музыка. Другие посетители национального парка тоже наслаждаются звуками воды. Это очень красиво, очень трогательный момент. Это ни с чем не сравнимо. Водопады Игуасу – это дар божий. Несомненно. Уровень влажности здесь колеблется круглый год от 80 до 90 процентов из-за огромного объема водяных испарений. Сложно фотографировать, когда в объектив постоянно летят брызги. Раз, два, три. Поэтому здесь работают профессиональные фотографы. Привет, привет, привет. Как дела? Хорошо? Давайте я вас сфотографирую. Этому фотографу тоже, естественно, приходится бороться с постоянной влажностью. Каждому хочется запечатлеть этот миг, даже если для этого придется промокнуть. Несомненно, всем посетителям, включая меня, навсегда запомнится день на водопадах Игуасу. Чтобы попасть на обзорную площадку, мне нужно миновать глотку дьявола. И без дождевика вам здесь точно не обойтись. Этот мост проходит прямо над водопадом. Я подхожу к водопаду, и брызги летят в меня со все большей и большей силой. Они попадают мне прямо в глаза. Водопад! Он уже близко. Я как будто под ливень попал. Кошмар. Я весь вымок. Не сказать, чтобы я увидел водопад. Скорее, я его почувствовал. У меня такое чувство, будто этот мощный поток меня сейчас смоет. У меня ноги дрожат. Если я упаду... Кто бы мог подумать, что в самом сердце джунгля окажется настолько впечатляющий водопад. С обзорной площадки передо мной открылся незабываемый, невыразимо прекрасный вид. Этот водопад назвали глоткой дьявола, но над ним постоянно сияет радуга. Тропический лес и водопад, белые каскады воды и голубое небо. Там тоже есть радуга. Можно сказать, что это и есть идеальный пейзаж. Сюда приезжают не только ради Игуасу. Джунгли, в сердце которых грохочет водопад, признаны национальным парком Бразилии и Аргентины. В ожидании отправления автобуса я достал свой блокнот. Цифровые фото сделать так же просто, как и удалить их. Поэтому я делаю заметки, наброски, вклеиваю что-нибудь на память. Чем ты так увлеченно занят? Я вклеиваю входной билет в парк и чек на дождевик. Дома, когда я увижу их, я подумаю, да уж, тот день я знатно вымок. Но все равно глотка дьявола – потрясающее место. Вот о чем я буду вспоминать дома. Водопады только разожгли мое любопытство, и теперь мне еще интересней, что же ждет меня в этом заповеднике. Какими еще сюрпризами порадуют меня джунгли национального парка? Пришла пора познакомиться с птицами, которые обитают только в этих джунглях. Я думал, что раз уж это парк, то и дорожки тут будут мощенными и ровными, но я оказался в самых настоящих джунглях. Я на что-то отвлекся и не заметил, как заблудился. Я заблудился, и сейчас ищу дорогу назад. Парк, открытый в 1994 году, занимает целых 17 гектаров. Здесь обитают более 150 видов птиц, включая редкие особи. Также здесь довольно богатый животный мир. Больше всего меня поражает красочное оперение здешних птиц. Напугали меня. Птицы с ярким оперением – это красные ибисы. Они обитают в Центральной и Южной Америке. Тропический лес, по которому летают прекрасные птицы. Я как будто в кино попал. Здесь нет нейтральных тонов. Оперение у птиц яркое и насыщенное. Зеленый цвет – это настоящий зеленый, желтый – это желтый, красный – это красный. Птиц с другим оперением здесь не встретишь. Из всех обитающих здесь птиц, этот красавец пользуется у посетителей наибольшей популярностью. Большой тукан – редкий вид, обитающий только в этой местности. Поэтому его прозвали «талисманом игуасу». Этот парень совершенно не боится людей. Он даже пытается ластиться к ним, как собачка или кошка. Хочешь меня укусить? Я тебе ничего не принес. Я же говорю, ничего нет. Красавчик. Красавчик. Все маршруты в нашем парке были разработаны таким образом, чтобы мы смогли увидеть животных в их естественной среде, в непосредственной близости. Местные птицы совершенно не боятся людей. Они знают, что люди им зла не причинят. Ешь понемножку. В национальном парке игуасу обитает огромное количество самых разных птиц и млекопитающих. Вероятно, эти животные принадлежат к самому распространенному виду в этом регионе. Я впервые вижу этих животных в естественной среде. Они в зоопарке. Они появляются и убегают, когда им вздумается. И за щепетом птиц я продолжаю слышать грохот водопада. Никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с подобным чудом природы. Я совершенно точно запомню этот день на всю жизнь. Я в полном восторге. Все, что я здесь увидел, превосходит все мои ожидания. И все, что я читал в книгах. Я даже представить не могу, с какими пейзажами и людьми мне еще предстоит встретиться. Не буду загадывать, буду просто радоваться жизни. Вот такое у меня сейчас состояние. Я в предвкушении. Кромад. Кромад. Знаете, какой самый лучший способ испытать на себе всю мощь водопада? Прокатиться по его водам на скоростном катере. Поездка на катере является одним из излюбленных развлечений посетителей Игуасу. Я испытываю смешанные чувства радостного предвкушения и опасения. Катер пересечет водопад вон там и пройдет через глотку дьявола. Мне немного страшно. Я даже не представляю, насколько мощным окажется этот водопад. Добро пожаловать на борт. Пока еще можете делать фотки, но я скажу вам, когда нужно будет убрать камеры. Я ужасно нервничал перед самой поездкой, но катер оказался медленней, чем я думал. И это у них называется скоростной катер. Другие пассажиры тоже расслабились. Пока что совсем не страшно. Мы идем на обычной скорости. А брызги, если есть, то очень немного. Но вот мы подошли к водопадам, и все резко изменилось. Приятного душа! Зачем вы капюшон надели? Не хотите промокнуть? Наш катер начинает разгоняться. Он несется прямиком к водопаду. И так быстро, что у меня все тело трясется. Водопад вблизи – это совершенно не то же самое, что водопад с обзорной площадки. В этот момент я в прямом смысле всем своим телом ощущаю водопад Игуасу. Субтитры создавал DimaTorzok Такое чувство, что у меня насквозь промокли не только волосы и одежда, но и душа. Она будто обновилась. Я промок насквозь. У меня даже в ушах вода. Все люди делятся на две категории. Те, кто принял душ в глотке дьявола и все остальные. Это действительно невероятно. Потрясающе. Очень здорово. Круто. Очень круто. Потрясающе. Страшно? Да, очень. Ужасно. Здорово. Нам с подругой очень понравилось. Невероятный опыт. Да, мы здорово промокли. Красота. Водопады Игуасу – это настоящий дар Божий. Они находятся на самой границе Парагвая, Аргентины и Бразилии. Границы Парагвая и Бразилии проходят по реке, а границы Аргентины и Бразилии проходят по суше. Видите? Это расцветка аргентинского флага. Это значит, что это еще Аргентина. Но всего через 10 шагов расцветка меняется. Видите? Вот, посмотрите. Можете убедиться. Теперь это расцветка бразильского флага. Так что я только что перешел в Бразилию. Круто, да? Я прямо не ожидал. Здесь, в Игуасу, встречаются три государства. В этом месте стоит стелла, символизирующая эти три страны. Вопрос о принадлежности Игуасу в прошлом веке не раз становился причиной споров между этими государствами. Видите, здесь висят флаги трех государств. Аргентина в центре, Парагвай и Бразилия. Около 150 лет назад, еще в 19 веке, эта территория была местом сражений. Прежде земли Игуасу принадлежали Парагваю, но Аргентина, Бразилия и Уругвай объединились против Парагвая и захватили земли Игуасу, которые прежде принадлежали Парагваю. Теперь это место, пережившее тяжелые события, стало достопримечательностью для туристов. Однако сюда приходят не только туристы. Я путешествую по Центральной и Южной Америке, играю музыку. Здесь хорошая энергетика, поэтому я остался здесь на несколько дней, чтобы поиграть. Граждане всех трех стран могут приезжать и переходить здесь границу без виз и паспортов. Когда-то здесь бушевали бои. Теперь же это место стало символом дружбы между тремя государствами. Эти люди не похожи на аргентинцев, которых легко спутать с европейцами. Это индейцы племени Гуарани, исконно обитавшего в этих местах. Очень приятно. Взаимно. Здесь где-то поблизости есть ваша деревня? По джунглям отсюда идти километров пять. Да, пять километров, если идти вправо. И там, прямо в чаще, будет деревня Гуарани. Племя Гуарани покинуло водопады Игуасу и перебралось в джунгли примерно в 16 веке. Им пришлось оставить родные земли испанским и португальским захватчикам. С помощью пожилого индейца Гуарани, с которым я познакомился на границе, я добрался до их деревни. Привет. Привет. Я Роберто. Роберто, я Боб. Очень приятно. Деревня Гуарани прячется в лесной чаще. Я ожидал встретить храбрых воинов, как в фильме «Миссия», поэтому мое первое впечатление о деревне было весьма неожиданным. Вместо воинов, потрясающих копьями, меня встретил симпатичный мальчуган в футболке. Обычно деревни Гуарани представляют собой 3-4 семьи, состоящих из близких родственников. Сейчас они живут за счет туристов, приезжающих на водопады и Гуасу, но прежде Гуарани были племенем охотников. Если хочешь выжить в джунглях, учись. Люби лес. Тут написано «люби, уважай лес». Эти люди испокон веков знали, что природу нельзя покорять. Однако ее нужно защищать, помогать ей и жить с ней в гармонии. Поэтому каждое дерево в этом лесу имеет для Гуарани особое значение. Это дерево называется Пало-Роса. Что? Роми, да. На языке Гуарани оно называется Ура-Роми. Оно символизирует энергию и дух. Да, я чувствую его энергию. Дерево очень высокое и мощное. Даже теперь Роберто время от времени уходит в джунгли, чтобы поохотиться по старинке. Это ловушка для мелких животных. Я начну. Учись выживать. Учись выживать. Именно так Гуарани поддерживают традиционный уклад жизни. В прошлом племя Гуарани не сидело на месте. Мы много кочевали, чтобы отыскать пищу. Мы собирали фрукты, ловили рыбу, охотились на зверей и так далее. Когда еда заканчивалась, Гуарани уходили в Бразилию или в Парагвай. В прошлом здесь ни границ, ни национальных флагов не было. А в деревне меня поджидала местная детвора. Им, наверное, хотелось поближе рассмотреть камеру. Ведь такую они вряд ли где-то видели. Очень приятно! Чтобы подружиться с детьми, слова не нужны. Для общения вполне достаточно улыбки и жестов. Но у меня есть секретное оружие. Ведь я иллюстратор. Я завожу друзей с помощью ручки и листа бумаги. Дети заливаются смехом, так как насмешил мой рисунок. Вообще на меня не похоже. Ребятня подарила мне гораздо более щедрый подарок, чем мой рисунок. Спасибо. Дети во всем мире одинаковые. Веселые, любопытные. Готовые от души посмеяться над чем-то новым. Я с радостью пел вместе с ними, играл в их игры и рисовал для них веселые картинки. Мне было очень хорошо. Правда. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока. Пока. Спасибо. Счастливо! В последний день на водопадах я решил прокатиться на вертолете, чтобы в последний раз взглянуть на Игуасу. После общения с местными жителями, прогулки по джунглям и знакомства с их обитателями, водопады Игуасу выглядят совершенно иначе. Игуасу – это не просто самый масштабный водопад в мире. Это место, где соединились экология, история и сама жизнь Южной Америки, создавая уникальный мир вокруг Игуасу. Продолжение следует... Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Продолжение следует... Земля. Гид для путешественников. Игуасу – один из самых масштабных водопадов в мире. Я не просто его увидел, но и прочувствовал его всем своим телом. Я побывал в национальном парке Игуасу, где сохранилась исконная природа, характерная для Южной Америки, а еще я познакомился с дружелюбными детишками племени Гуарани. Теперь же я отправляюсь в самый южный регион Аргентины, в страну величественных ледников. Это Патагония – загадочная земля, соседствующая с Антарктикой. Аргентина – жемчужина природы. Часть 2. Путешествие в Патагонию, в страну ледяной белизны. Аргентина и Корея находятся на разных концах земного шара, и один только перелет отнимает более 30 часов. Аргентину называют цветком Южной Америки. Чтобы добраться от водопадов Игуасу, расположенных у северной границы, до южного Эль-Чальтена, мне понадобились 15 часов, то есть почти целый день. Обширная территория Аргентины вытянулась с юга на север, и ее южные регионы полностью отличаются от северных. В Патагонии есть все – от высоких гор, возвышающихся на 3000 метров над уровнем моря, до гигантских ледников и прекрасных ледниковых озер. Патагония борется за сохранение экологии и природной среды, характерной для Антарктики, при этом она является одним из самых отдаленных регионов земного шара, куда цивилизация пришла лишь в конце XIX века. Патагония также является одним из трех крупнейших ледниковых регионов в мире. Первым делом в Патагонии я отправился в Эль-Чальтен. Здесь проходит трекинговый маршрут живописными видами на леса и озера. Следуя по безлюдной прерии, я размышлял о том, сколько еще мне осталось пройти, и вдруг увидел человека. Привет! Рад знакомству. Обрадовавшись, что я тут не один, я поздоровался с незнакомцем. Он ехал верхом на лошади в окружении пяти собак. Мне стало интересно, кто он такой. Куда вы едете? На мою ранчо. А кого вы разводите? Коров и овец. У меня около 20 тысяч голов. Эль-Чальтен. Эль-Чальтен находится у горы Фитсрой. Ясно. Ну, счастливо. Пока-пока. Пока. Видите гору? Вон ту. В виде зубцов. Это самая знаменитая гора Патагонии, Фитсрой. А знаменитая она живописной сменой цветов в зависимости от сезона, погоды и времени суток. И в ней, словно в зеркале, отражается закат. Совершенно потрясающие краски. Передо мной распахнулся совершенно иной мир, когда я преодолел длинный мост и оказался в лесу у подножия горы Фитсрой. Здесь меня приветствовали невообразимо старые, покрытые мхом, деревья, тянущие свои ветви прямо к небу. В этом лесу время, как будто бы течет медленнее. Здесь нет ни единого рукотворного предмета. Столетние мхи, ручьи, бегущие сквозь лес, трава, прибитая ветрами. Все это творение матери природы. Пока что у меня сложилось впечатление, что Патагония – это земля ветров. Смотрите, эти огромные деревья просто лежат на земле, потому что их повалил ветер. Представляете, с какой силы он дул? Удивительно, да? Здесь круглый год дует яростный ветер, и в подтверждение этому деревья выросли в соответствии с его направлением. Бродя по безлюдному лесу, я вышел к озеру Капри, которое еще называют «жемчужиной Эль-Чельтена». Озеро образовалось благодаря непрестанному процессу таяния снегов, который продолжается не одну сотню лет. Озеро Капри невероятно красивое. Деревья, небо, озеро будто светятся в лучах солнца, поражая воображение неповторимыми красками. Должно быть, именно такой и была наша планета до появления человечества. У меня просто слов нет. Здесь так красиво, что я даже о погоде не думаю. Озеро синее, гора белая. Далекие ледники превращают прекрасный пейзаж в незабываемое зрелище. Теперь я хочу увидеть ледники вблизи. Попрощавшись с прекрасным Эль-Чельтеном, я отправился в Эль-Калафате. Поездка на машине заняла 4 часа. Эль-Калафате также является основным туристическим центром Патагонии. Большинство туристов приезжает сюда ради ледников. Я представлял Эль-Калафате крупным мегаполисом. На самом же деле он оказался скромным городком. Особенности окружающей среды заметно отразились на образе жизни горожан. В этом городке крыши довольно крутые. Дома с такими крышами обычно строят в снежных регионах. Должно быть, зимой здесь выпадает очень много снега. Подробную информацию об экскурсиях на ледники можно получить в туристических бюро, расположенных в центре городка. Крепкие деревянные дома больше похожи на шале, а улицы здесь вымощены камнем. Эль-Калафате больше похож на старинный европейский городок. Туристическое бюро Эль-Калафате находится в самом центре этой симпатичной улицы. Привет! Привет! Добро пожаловать! Я хочу узнать о ледниках и о других интересных местах Патагонии. Вот это ледник Перито-Морено. Перито-Морено. Да, вот этот. Мы предлагаем трекинг по леднику Перито-Морено. Там очень красиво. Вам понравится. Сотрудник бюро советует первым делом посетить ледник Перито-Морено. Спасибо большое. Спасибо вам. Пока. До свидания. Большое спасибо. Ледники Патагонии считаются самыми красивыми в мире и я отправляюсь, чтобы лично в этом убедиться. После длительного ожидания я сел на автобус в национальный парк Лос-Гласьярос. Этот автобус ходит один-два раза в день. Похоже, с общественным транспортом дела в Патагонии обстоят не слишком хорошо. Живописные виды, открывающиеся из окна автобуса, не давали мне заскучать. Похоже, что-то случилось. Автобус остановился прямо посреди дороги из-за ястреба. Когда мы появились, он только начал расправляться с добычей. Ты это видел? Он охотился на кролика. Ястреб не хватает. Я хотел бросать свою добычу и лишь в приближении людей вынудило его улететь. Поверить не могу. Хищник убил свою добычу прямо на моих глазах. Я такое только по телевизору видел. Вот это я понимаю дикие места. Здесь совсем иной мир, отличный от мира городского, где все обустроено для удобства людей. В Патагонии главная роль принадлежит природе. Здесь ястреб охотятся на кролика прямо посреди дороги. Удивительно. Погода в этих местах совершенно непредсказуема. Утром небо было чистым. Потом вдруг собрались облака и начал накрапывать дождь. А теперь это настоящий ливень. Похоже, погода в Патагонии довольно суровая. Тут то ветер, то дождь. И погода часто меняется. Суровое место. Чтобы попасть на ледники, нужно переплыть озеро. Под ледяным дождем меня трясет от холода. А ведь в Патагонии сейчас весна. После длительного пути по водным просторам озера вдалеке показались первые ледяные горы. Это ледник Перито-Морено. Национальный парк Лос-Глас-Ярос был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году. Здешние ледники это лишь льдино отколовшиеся от Патагонского ледника, который занимает третье по величине место в мире после Антарктики и Гренландии. Погода здесь жуткая, зато ледники как будто бы живые. Смотрите, какие цвета. Они голубые, как небо. В долине они темнее, как чернила в воде. Но все равно, какой же это чистый, живой, синий цвет. Моросящий дождь снова превратился в ливень. К трекингу по леднику нужно подготовиться. Нам понадобится теплая одежда, непромокаемая обувь и кошки. Чтобы безопасно ходить по леднику, надо надеть на обувь кошки. Вот, смотрите. Видите? Все в порядке? Да, да, просто тяжелые. Идите за мной. За ним не ходите, ясно? Идемте. Пошли. Этот ледник образовался в результате продолжительного накопления снега. За миллион холодных лет снег мало-помалу скапливался и сейчас все эти года лежат под моими ногами. Добро пожаловать на пик Морено. Мы бродили по леднику около часа. Мое сердце замирало от восторга при виде окружающих нас красот. Снизу ледник выглядит совершенно иначе. Просто как большая глыба льда. Но отсюда сверху я вижу, каким образом растаявший снег преобразовывался в лед. В нем видны вкрапления мелких частиц. Трекинг по ледникам дарит совершенно особенные впечатления. Как самочувствие? Нормально. Только холодно. Потрясающе. Как же красиво. В трекинг по ледникам можно отправляться только в сопровождении гида. Без него можно запросто оказаться в опасной ситуации. Все дело в трещинах, которые образуются во льдах. Через два часа гид вывел нас безопасным путем между трещинами к заводе между льдами. я сказал бы, что это небольшое озерцо. Смотрите. Пользуюсь языком писателей, это почти прозрачный синий цвет. Смотрите, какой глубокий цвет. Я никогда прежде такого оттенка не видел. по-нашему это сумидеро, 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 провал. Обычно он встречается там, где в леднике тает вода. Вода в это озерцо попадает после таяния ледника. Здесь скапливается самая чистая ледниковая вода. Потом вода стекает в большое озеро. но чистейшая ледниковая вода находится именно в таких озерах, подобных этому. Интересно, можно ли будет попробовать эту воду? Гид, как будто бы прочитав мои мысли, сам предлагает нам это. Кто-нибудь хочет попить этой водички? Можете смело ее пробовать. И я первым принимаю его предложение. Не часто выпадает случай попить антарктической ледниковой водички. Она настолько холодная, что у меня в груди заколола. Вы пьете воду, которой уже 500 лет. 500 лет? Да. Он говорит, что воде 500 лет, но вкус у нее свежий, очень свежая и чистая вода. Энергия! Правда освежает? Да. Отличная вода. Замечательная. что вы делаете? Что? Собираю. Лед? Воду. Лед и кое-что еще. Наш трекинг подошел к концу, и гид решил угостить нас коктейлем с ископаемым льдом. Настоящая ледниковая виски. Ледниковый коктейль. Салют! Салют! Чистейший лед был здесь задолго до того, как в мир пришел человек. И прямо сейчас я пью само время. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но мои опасения оказались напрасными Надо мной нависла огромная белая гора Такого я вчера не видел Субтитры создавал DimaTorzok По каким-то причинам ледник Перидо Морено продолжает расти Высота ледника 600-700 метров Если мерить от вершины до самой нижней точки Снег с черными полосами и грязными участками Называется мертвым снегом Поверх мертвого снега скапливается обычный снег И именно поэтому Ледник Перидо Морено Постоянно растет Длина этой глыбы льда 30 километров Ширина 5 километров И высота около 60 метров Она подавляет одним своим видом Половина туристов, приезжающих на Перидо Морено, аргентинцы И почти все они держат в руках нечто интересное Это мате Мате, аргентинский чай Мате очень полезен для кожи Он разглаживает морщинки А еще он тонизирует, если хочется спать Хочешь проснуться, выпей мате Сразу взбодришься Мате традиционный южноамериканский чай К моему удивлению Она без колебаний протягивает мне Свою чашку с трубочкой Спасибо От него прямо теплее становится Похож на наш зеленый чай С оттенком мяты Мы, аргентинцы, любим делиться мате с другими Таким образом мы делимся нашей культурой с людьми Которые приехали из других стран Придется ответить любезностью на любезность Это карикатура? Нарисуйте меня высокой, худой и красивой Да, все всегда об этом просят Вы и так красивая Когда не знаешь чужого языка То рисование становится лучшим способом общения И в этот момент Огромная глыба льда с громоподобным грохотом Рухнула в воду Откололся Именно этого момента все и ждали Круто Потрясающе Фантастика Да, да Нам очень повезло Да, очень повезло Я живу в Аргентине, но здесь я прежде не бывал Здесь так здорово Я безумно рад, что приехал сюда Здесь круто На этот раз глыба льда обрушилась с другой стороны И я вслепую побежал вслед за остальными Считается, что ледник Перита Морено сдвигается на 2 метра в день У тебя на глазах от него откалываются и падают в воду глыбы размером с дом Это вам, Даниэла Огромное спасибо Спасибо большое Я это сохраню на память Послепительно белые ледники и чашка теплого маты Перита Морено подарил мне эти новые незабываемые ощущения Я хочу навсегда запечатлеть этот вид в своей памяти Когда я встречаю действительно прекрасные пейзажи, я достаю не камеру, а блокнот Камера запечатлевает виды такими, какие они есть Но рисуя, я запоминаю свое состояние, свой восторг И я хочу запомнить, каким я был, когда восхищался ледником Перита Морено Сегодня мой последний день в Патагонии И я снова поднялся на борт катера Кажется, я буду скучать по этому пронизывающему ветру Катер несется по озеру Оно огромное, как океан Но это все же озеро Поэтому оно такое спокойное и совершенно без волн Замечательно Мимо нас проплывает большая глыба льда Чуть больше часа мы несемся по озеру мимо причудливых ледяных глыб И вот там открывается незабываемое зрелище Перед нами встает огромная ледяная стена Это самый высокий ледник в национальном парке Лос-Гласиарос Ветер дует с ледника в нашу сторону Он дует вон из той долины Выпавший снег замерз, превратился в лед Так образовались ледники Эти ледники сформировали эту ледяную стену От которой время от времени отваливаются глыбы льда В самой высокой точке ледник достигает 130 метров А ширина его полтора километра Это действительно огромная ледяная стена В Патагонии мы сталкиваемся с природой, о которой успели позабыть в обыденной жизни Говорят, что Господь распределил красоту по кусочку по всему миру А все, что осталось, Он подарил Аргентине Аргентина! 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 Здешняя дикая природа отличается от той природы, которую мы переделали под себя Путешествуя по Патагонии, где время как будто застыло, я загадал желание Я загадал, чтобы и мой короткий визит остался среди этих красот Чтобы когда-нибудь, много лет спустя, очередной путешественник в этих местах Разглядел тот момент времени, когда здесь был я Соляная пустыня Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Земля. Кит для путешественников. Патагония. Неизвестная земля, где вплоть до XIX века не ступала нога человека. Она находится на краю света у самой Антарктики. В Патагонии я впервые увидел застывшие ледники времени. А сейчас я возвращаюсь в Северную Аргентину. Меня ждут совершенно другие люди и совершенно другая природа. Соляная пустыня в 4000 метров над уровнем моря. Кафаяты. Великий каньон Южной Америки. Аргентина. Жемчужина природы. Часть третья. Сальто. Красная долина у подножия Ант. Аргентина и Корея находятся на разных концах земного шара. И один только перелет отнимает более 30 часов. Аргентина, восьмая по площади страна в мире, протянулась в длину, захватив и юг, и север Южной Америки. Я покидаю прекрасную ледяную Патагонию и отправляюсь на север страны. Сальто находится возле границы с Чили, а в пяти часах езды от сальто раскинулась прекрасная долина Кафаяты. Река Саладу протекает на восточной стороне Антских гор. Сама же сальто – это регион красивейших каньонов. В этой суровой безлюдной долине нет ни единого дерева. Поэтому то, что мы вскоре увидели, настолько нас поразило. Дорогу переходили Гуанако, и мы не могли не остановиться. Эти животные называются Гуанако. У них одна особенность. Они плюются, когда к ним подходит человек. Они не часто выходят к людям, так что нам повезло. Я тихонько к ним подойду, ну хотя бы постараюсь. У нас в Корее Гуанако вряд ли увидишь. Они принадлежат к семейству верблюдовых, обитающих в горных или полупустынных регионах. В Южной Америке они живут в основном в Перу и Аргентине. Мне сказали, что Гуанако очень красивые, поэтому мне хочется увидеть их вблизи. Но когда я к ним приблизился, они от меня убежали. Гуанако предпочли держаться на расстоянии, не показываясь мне во всей своей красе. Я еще раз попытался к ним подойти, но они опять от меня сбежали. Наверное, с моей стороны было слишком самонадеяно попытаться догнать Гуанако. Боже, какие хитрые. Мне показалось, что они меня к себе подпускают. Они шли медленно, когда я шел медленно, но стоило мне ускориться, и они побежали. А потом обернулись и посмотрели на меня. По-моему, они надо мной смеялись. Видите, они остановились вон там. Мои первые впечатления от Сальто – это место, где можно остановиться на обочине дороги и встретиться глазами с диким животным. Проехав по дороге, идущей вдоль долины, я оказался в большом каньоне Кафаяте. Странные заостренные скальные образования и красные валуны производят впечатление. Я хочу увидеть всю эту красоту, как на ладони. Поднимусь наверх, на обзорную площадку. Говорят, что Красную долину невозможно забыть. Сами аргентинцы считают, что за свою жизнь нужно обязательно побывать в Кафаяте. Ах, и сейчас! Ах, и сейчас! Именно такой я представлял себе Латинскую Америку до того, как отправился в это путешествие. Красноватый цвет долины похож на цвет закатного солнца. Этот вид производит очень сильное впечатление. Мне очень сложно описать его словами. Он очень благородный. Я искренне тронут до глубины души. Природа поистине прекрасна. В такой вот погожий денек, когда на небе не облачко, путешественники со всего мира приезжают в Сальто, чтобы увидеть каньон Кафаяте. Вы сюда впервые приехали? Нет, я здесь уже третий раз. Третий? А почему вы решили приехать сюда еще и еще раз? Ради этого прекрасного вида. Это место, оно как будто гигантская картина. Оно создано для нас. Пока. Пока. Хорошего путешествия. Спасибо и вам. Живописный вид. Побывав в каньоне Кафаяте, я вряд ли уже буду использовать это выражение слишком часто. Почти у каждого каньона в Кафаяте есть свое имя. Им дают название, исходя из того, какой предмет они напоминают. У этого каньона частенно напоминают ниспадающий занавес, особенное название. Этот каньон называется Амфитеатро, или Круглый театр. Театро по-испански театр, поэтому его так и назвали. Амфитеатро. А театром этот каньон назвали по очень простой причине. Такого звучания вы больше нигде в мире не добьетесь. Сюда приезжает выступая даже оркестр сальты. Послушайте сами, как голос звучит. И вы убедитесь. Слышите, это место как огромный резонаторный ящик. Здесь невероятная акустика, отсюда и название. Театр. Великому народу Аргентины салют. Пусть мы будем жить в лучах вечной славы, Иль поклянемся во славе погибнуть. Сценой для нас стала сама долина. Звук отскакивает от каменных стен и летит прямиком в небо. Профессиональные музыканты приезжают, чтобы выступить в этом театре. И такие их концерты несравнимы с выступлениями на рукотворных сценах. Здесь звук естественным образом усиливается. Можно расслышать даже слабые звуки окарины. Вы давно здесь живете? Я здесь родился. Я вырос в Кафаяте. И моя работа – играть здесь на окарине. Людям нравится естественный звук. Все дело в уникальной акустике. Подобную вы больше нигде не встретите. Я хочу сделать вам подарок. Подарить песню. За то, что вы приехали сюда из самой Кореи. Послушайте. Этот музыкант родился и вырос в Кафаяте. В его музыке живет небо, ветер и скалы. А его песня – это сама природа. Спасибо. И вам спасибо. Вам нравится? Нравится? Очень нравится. Что ж, мне пора уезжать из Кафаята. Мне не хочется прощаться с прекрасной долиной и с добродушным музыкантом. Мне все время хочется обернуться назад. Дожди и ветры многие века работали над формой гигантских скал. Я счастлив, что мне довелось побывать в Красных каньонах Кафаяты. Впереди меня ждут 4 часа пути в Сальто. Город Сальто находится в центральном регионе Северной Аргентины. Внешне Сальто похоже на европейские города. Улицы Сальто, основанные еще в 1582 году, в качестве одной из испанских колоний, до сих пор несут следы архитектуры, характерной для Европы 18 века. Путешествуя по Сальто, нужно обязательно побывать на смотровой площадке. Это самая высокая точка в Сальто. Отсюда открывается вид на весь город. С испанского языка названия этой площадки переводятся как «главное место». Весь город как на ладони. Вдали виднеются Антские горы. Внизу белыми крышами выделяются европейские дома. Смотровая площадка – одна из главных достопримечательностей Сальто. Тихий и спокойный город. Таким было мое первое впечатление от Сальто. Сальто. Но с наступлением ночи Сальто раскрывается с совершенно другой стороны. В хорошую погоду местные жители каждую ночь устраивают праздники. Люди выходят на улицу, чтобы насладиться весенним воздухом и танцуют с незнакомцами. Даже в ресторанах пылкий характер аргентинцев никуда не исчезает. Я решил поужинать в ресторане. А там уже шло представление. В Сальто великое множество таких импровизированных сцен. Я пришел в ресторан, чтобы поесть, но мне повезло увидеть танцевальное представление. Ночью каждый человек становится главным героем своей жизни. Забудь обо всем. Просто наслаждайся моментом. Аргентинцы уверены, что важнее всего – жить сегодняшним днем. Возможно, именно такое отношение к жизни и зажигает искру их страсти. Сейчас шесть утра. Люди приезжают на вокзал в такую рань ради того, чтобы прокатиться на особенном поезде, который ходит раз в неделю. Он называется «облачный поезд». Сегодня я прокачусь на особенном поезде, который называется «облачным». Он идет на высоте 4000 метров над уровнем моря, прямо посреди облаков. Так что пойду поскорее займу свое место в поезде. Поезд отправляется только раз в неделю, по субботам. Так что если опоздаешь на него, то придется ждать целую неделю. Добро пожаловать сюда, прошу. Спасибо. Этот туристический поезд сделали специально, чтобы можно было добраться до самой северной части горного региона Аргентины. Поезд тронулся, и пассажиры, похоже, не в силах оторваться от прекрасных пейзажей, проносящихся за окнами. От вокзала Сальто до станции Виадук-Пальварилла, который является конечной на этой линии, поезд идет около пяти часов. Облачный поезд поднимается с высоты 1187 метров до 4220 метров над уровнем моря. Всего он проходит 434 километра, кружа вокруг долины Сальто. Знаете, такое чувство, словно я бегу. Обычно такое чувство не возникает, потому что поезда идут слишком быстро. Но здесь я чувствую пыль и ветер. Я даже звуки могу различить. Я могу вытянуть руку, вот так. И опять возникнет чувство, что я бегу. Про поездку на облачном поезде говорят так. Я видел лучшие виды Сальто, не вставая с места. Класс, потрясающе. Я мечтал об этой поездке. Давно мечтал. А вы откуда? Я из Голландии. Из Голландии? Голландия, Амстердам. Вскоре туристам окружающие виды поднадоели, но тут появились местные индейцы и устроили концерт. Теперь я понимаю, почему поезд назвали облачным. Видите? Посмотрите. Наконец, поезд добрался до горных районов. Долины становятся все ниже, а горы неумолимо приближаются. На станции можно ненадолго выйти и размять ноги. Местные жители целую неделю ждут именно этих минут. Потомки индейцев Центральной Америки живут здесь, в северной Аргентине, у подножия Анских гор. По большей части они зарабатывают на жизнь фермерством или торговлей с туристами. Это маленький, а мне нужен большой. Для этих людей короткая остановка поезда является чуть ли не главным событием недели. Мы подъезжаем к железнодорожному мосту, а значит, скоро конечная остановка. Конечная станция поезда «Виадук-Польварила» находится на высоте 4220 метров над уровнем моря. Когда поезд приближается к каньонам, долина Сальты открывается внизу, как на ладони. После пятичасового переезда мы добрались до станции «Виадук-Польварила». Кто бы мог подумать, что в самом сердце гор будет железнодорожная станция. Знаете, это настоящая станция под открытым небом. В Корее тоже есть открытые станции, но это в самом прямом смысле станция прямо под небесами. Перед прибытием поезда рядом со станцией разворачивается рынок. Привет тебе! Привет! Одна дама продает закуски. Такого вы больше нигде не попробуете. Что это? Это импанада. В основном здесь продают вещи, связанные из шерсти ламы. Особенно мне понравился свитер из шерсти ламы. Ваш рынок работает каждую неделю? Да, да, раз в неделю. Сколько стоит? Сорок песо. Я решил вместо свитера купить шляпу. Либо у них головы маленькие, либо у меня она большая. Немного тесновато. А это подошла. За небольшую плату здесь даже можно сфотографироваться с ламой. Жители горных регионов зачастую разводят лам. В этой местности сложно разводить овец или лошадей. Но есть кое-что, о чем лучше не забывать, находясь рядом с ламой. Они реально плюются. А я-то только слышал об этом. На этот раз молодой иностранец смело делает шаг вперед. На этом высокогорном рынке интересно и весело, даже если на вас плюнули. Неподалеку музыканты играют для посетителей. Это традиционная музыка ант. После пятичасовой поездки я увидел горы, возвышающиеся на 4000 метров над уровнем моря. Виды на горы завораживают, однако меня больше заинтересовала жизнь местных индейцев. На первый взгляд, это самый обычный рынок. Но если вспомнить, что мы находимся на высоте 4000 метров, что это одна из самых высоких точек в мире, то тогда, конечно, понимаешь, что это далеко не обычный рынок. До захода солнца еще много времени, но торговцы начали потихоньку сворачиваться. Рынок открывается всего-то на 15 минут. Люди подстраиваются под расписание поезда. Когда рынок закрывается? Когда поезд отходит. Прямо сразу? Да. Тем же путем облачный поезд возвращается на вокзал Сальты. Пока! Пока! Пока-пока. А я решил остаться здесь. Когда путешествуешь, зависит от чего-то расписание – последнее дело. А так можно познакомиться с новыми людьми и увидеть много всего интересного. Поэтому я решил быть смелее, хотя вообще-то я далеко не храбрец. Я решил вернуться другим путем. Поездка в горы придала мне уверенности в себе. Виадук Пальварила остался позади, а я направляюсь в провинцию Жужуй. Она также находится в горах на высоте 1400 метров над уровнем моря, и погода здесь совершенно непредсказуема. Внезапно появился смерч. Я думал, это пожар где-то, но нет, это смерч. Настоящий смерч. Смерчи появляются при большой разнице температур у Земли и под облаками. В межсезонье это обычное явление. Я впервые вижу смерч настолько близко. Итак, виадук Пальварила остался позади, и я направляюсь к одному из крупнейших в мире солончаков. Солинос Грандос, что в провинции Жужуй. Мы направляемся к солончаку, но дорога почему-то все время ведет вверх. На высоте 3000 метров над уровнем моря на дорогу спускаются облака. Мгновением позже я разглядел бескрайнюю соляную пустыню. Это и есть солончак. Он настолько велик, что не видно ни конца, ни края. Эта соляная пустыня известна как Солинос Грандос, что по-испански означает «большой солончак». Как это возможно, чтобы такой большой солончак находился вдали от океана прямо на горе? Ведь он находится на высоте 3500 метров над уровнем моря. Это гораздо выше, чем гора Пекту. Альтура 3500. Это означает «высота 3500 метров». То есть мы находимся на высоте 3500 метров над уровнем моря. Это удивительно. Вся пустыня испещрена неправильными шестиугольниками, как огромный соляной кристалл. Видите? Эти трещины открываются и закрываются. Другими словами, солончак живет и даже дышит. На день трещины закрываются, а ночью раскрываются. Они открываются и закрываются в зависимости от погоды или атмосферного давления. Таким образом, сначала соль приподнимается, потом затвердевает, и получаются такие вот фигуры. Видите? Это потрясающе. Надо мной безоблачное небо, под моими ногами – бескрайняя соляная пустыня. На солончак, раскинувшийся в сердце Ант, приезжает много туристов. Невероятное зрелище. Неописуемое. Правда. Даже не верится, что это реальность. Я в этом месте чувствую себя муравьем. Мы как карлики посреди пустыни. Но здесь очень красиво. Площадь солончака достигает двух тысяч гектаров. Именно здесь производят знаменитую антскую соль. Ух ты! Потрясающе! У воды такой интересный цвет. Здесь соль собирают немного не так, как это делают на солончаках в Корее. Антскую соль производят из осадка, скапливающегося на дне соляных озер. Талая вода с горных ледников растворяет соляной слой. Похоже, именно здесь и производят соль. Сначала роют квадратную яму. В ней скапливается дождевая вода, и чистая соль поднимается на поверхность. Вот, видите? Это соль белая и невероятно чистая. Очень чистая соль. Просто класс. Красота! Природная вода, стекающая с гор, свежие горные ветры и яркое солнце, создают эту абсолютно натуральную соль. Видите, это соль. Она чистая. Хочу попробовать, насколько она соленая. Да, очень соленая. Настолько, что даже горчит. Сбором соли на этом гигантском солончаке занимаются местные индейцы. Если бы здесь было больше людей, они получали бы больше денег. Однако они ежегодно производят определенное количество соли. Привет. Привет, как дела? Отлично. Это и тихо. Индейцы работают по старинке. Им нужны лишь кайло и лопата. Сколько часов в день вы работаете? Я работаю по 6-8 часов в день, утром или ночью, когда не так жарко. На солончаке работают две деревни. А производство было открыто в 1993 году. Вот так мы здесь и трудимся. Солончак для индейцев – это щедрый дар андских гор. И они стараются сберечь этот дар, сдерживая собственную жадность. Возможно, андская соль на самом деле – это пот и слезы этих людей. Перед отъездом из Солинос-Грандос я решил взглянуть на местные сувениры. Лама, вырезанная из андской соли. Идеальный сувенир из сердца соляной пустыни. Мы живем на том, что нам дает наша земля. Если бы не она, то у нас вообще бы ничего не было. Ничего. Спасибо. Солнце, ветер – жизнь и труд индейцев, которые уже много лет занимаются добычей соли. Я словно прикоснулся к истории сальто. Солнце, ветер – жизнь и труд индейцев, ],, и труд индейцев. Пок deles TIME. Взмите у засел, Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok Я встретил новых людей и увидел каньон Кафаяте, над которым поработало само время. Скоро я увижу цветок Южной Америки – Буэнос-Айрос. Образ Аргентины, запечатленный на улице художников. Гаучо – ковбой из здешних равнин. И мелодия танго, плывущая по ночному городу. Аргентина. Жемчужина природы. Часть 4. Охваченной страстью. Буэнос-Айрос. Перелет из Кореи в Аргентину занял у меня более 30 часов. Аргентина – восьмая по величине страна в мире и вторая по величине в Южной Америке. Сегодня я собираюсь побывать в городе, который называют цветком Южной Америки – в Буэнос-Айросе. В Буэнос-Айросе завершится мое путешествие по Аргентине. Мое первое впечатление от Буэнос-Айроса было совершенно не таким, как я ожидал. Европейская архитектура, стильно одетые люди. Я даже подумал, что оказался в Париже. Этот город не похож на другие южноамериканские города. Его можно принять за европейскую столицу. Обратите внимание на эти дома. Точно такие же есть в любом европейском городе. Теперь я понимаю, почему многие называют Буэнос-Айрос южноамериканской Европой. Это красивейшее здание было построено в 19 веке. Это дворец Национального конгресса Аргентины. Президентский дворец, отделанный красным камнем, тоже производит впечатление. Я как будто оказался в Европе прошлых веков. Однако не все здания в Буэнос-Айресе настолько величественны. Первые иммигранты оставили память о себе в Лабоке. Этот район считается бедным, но вопреки этому предубеждению, его улицы яркие и красивые. Смотрите, здесь все дома ярко окрашены. И каждый дом имеет свою историю. Первыми здесь поселились итальянские работяги, и тогда здесь были трущобы. Портовые рабочие раскрасили эти дома остатками краски, но ее не хватало. Поэтому некоторые дома частично окрашены, скажем, в желтый и частично в зеленый. Вот таким образом эта улица и стала такой яркой. Она наглядно доказывает, что бедность порождает творчество. Со временем аллея Камениту стала уличным музеем в Лабоке. Иммигранты, сбежавшие сюда из Европы от бедности, красили свои дома в разные цвета, чтобы хоть так отличать один дом от другого. Эта улица также известна среди любителей спорта и искусства. Знаете, кто это вон там наверху? Вот на том балкончике. Это аргентинский бог футбола. Да, это сам Марадона. Вообще на балконах стоят фигуры национальных любимцев. Они здесь повсюду. Рядом с фигурой Марадоны флаг футбольного клуба Бока Хуниорс, за который он когда-то выступал. У подъезда этого дома сидит человек, выглядящий в точности как Марадона. Не снимайте. Сколько? Увидев нас, он сразу же постарался закрыть объектив камеры. Сто песо. Сто? Сто песо за съемку. Там был Марадона, и у него есть право на лицо, поэтому нам его снимать нельзя. У нас в Корее тоже есть такие имитаторы. Он здесь, Марадоно. Смешные они. В Лобоке выставляют свои работы бедные художники. Это ваша работа? Да, это мои творения, моя идея. Многие годы этот художник рисовал картины, где центральной темой было танго. Лобоке – это родина танго. Он спросил, как меня зовут, я начал что-то рисовать. Я сам иллюстратор, но его работа меня удивила. Я написал свое имя по-корейски, и он на его основе нарисовал танцора танго. Круто получилось. Он уже много лет рисует картины, где основной сюжет – танго. С большим уважением я попросил его нарисовать мне картину. Танго нарисовать очень сложно, потому что пары постоянно и быстро передвигаются. Очень непросто поймать одно движение и выразить его на бумаге. Он с детства знает танго, поэтому он хорошо понимает его движения. Они у него в голове. Поэтому он так хорошо отражает их на картинах, как на этой. Танго – это танец, в котором живет дух Буэнос-Ареса. А еще он отражает чувства мужчины к женщине. Энергия, возникающая между мужчиной и женщиной, поднимается в музыке и в танце. Понимаете? Сердце поет, ноги танцуют. Это и есть танго. Я понимаю его слова своим сердцем. Энергия рождается в сердце и перетекает в тело и в танец. Я не понимаю испанский язык, но его очень хорошо понимает мое сердце. Спасибо. Художники-лабоки искренне любят свои творения. Грубоватые, но очень живые картины. По ночам Буэнос-Айрес особенно прекрасен. Ночью здесь царит танго. Сегодня я решил поужинать в историческом танго-кафе. Старинные столы и светильники поведают нам историю этого места. Кафе Тартони распахнуло свои двери в 1858 году. Оно работает уже больше 150 лет. Здесь побывало множество знаменитостей. Знаете, кто здесь был? Вот, например, Киллари Клинтон была здесь. А еще здесь была голливудская актриса Сьюзан Сарандон. Слышите? В подвале уже началось выступление. Там танцует танго. Танго считается самым печальным и сложным танцем. Изначально этот танец исполняли рабочие. В этом танце люди обнимали друг друга, чтобы хоть на мгновение забыть о том, что им пришлось покинуть родину. Это и есть танго. Я ощущала их эмоции через их танец. Танго, как и мате, давно стало символом Аргентины. Оно отражает ее характер. И это прекрасно. Ощущение печали постепенно нарастает. Танго исполнено глубокой грусти. Буэнос-Айрес город иммигрантов. Его строили рабочие из других стран. И женщин поначалу здесь было гораздо меньше, чем мужчины. Танго в каком-то смысле это попытка мужчин завоевать сердце девушкой. Искусство сумело подчеркнуть и возвысить всю искренность и страстность человеческих чувств. Всю палитру переживаний человека. Для местных жителей танго это их музыка, литература, жизнь и печаль. Ночь течет вместе с печальной мелодией бандонеона, вдохновляющей и направляющей танцоров. Увидев танго в этом кафе, я, кажется, начал немного лучше его понимать. На следующий день я отправился в Капиллио-дель-Сеньор. Город в полутора часах езды от Буэнос-Айреса. Почти сразу за городом раскинулись прекрасные зеленые луга. В Аргентине эти луга называются Пампас. Земли здесь хватает, поэтому многие занимаются скотоводством. Тех, кто присматривает за коровами и лошадьми, называют гаучо. Это аргентинские ковбои. На этом ранчо всем заправляют гаучо. Привет! У входа на ранчо меня поприветствовал павлин. Роскошью оперения он напомнил мне птиц, которых я видел в Игуасу. Встреча с павлином показалась мне хорошим знаком, и я еще больше предвкушаю сегодняшнее приключение. Здесь пахнет зеленью, а еще здесь очень много птиц. Если прислушаетесь, то вы тоже услышите их голоса. Они очень успокаивают, умиротворяют. Потрясающее чувство. Мне уже интересно, что там внутри. На этом ранчо разводят лошадей, а туристы могут на себе испытать, какой здесь была жизнь для первых иммигрантов. Сегодня меня ждет прогулка верхом на лошади вместе с гаучо. Я никогда в жизни не видел столько лошадей. Я готовлюсь прокатиться верхом. Готовишься? Да? Я поеду верхом на этом коне. Опытным всадником меня точно не назовешь, поэтому мне немного страшно, и я нервничаю. Давай потихоньку. Я хотел бы пронестись, как ветер по этим полям. Но я пока что новичок, поэтому мы идем тихим шагом. Когда едешь верхом, многое кажется другим. Подразмеренный шаг лошади я наслаждаюсь местными видами. Здесь совершенно не так, как в диких местах. Здесь очень спокойно. А сейчас мы увидим, что гаучо вытворяют верхом. Гаучо – это аргентинские ковбои. Они ездят верхом с детства. Отсюда их почти акробатическое мастерство. Гаучо не просто скотоводы и пастухи, но и храбрые воины, сыгравшие важную роль в войне за независимость против Испании. Поэтому в них столько достоинства. Культура гаучо – это не только мирное скотоводство, это еще и сила, которая помогла создать Аргентину. Сейчас же многие гаучо работают в туристическом бизнесе. Мне здесь очень нравится. Я в Аргентине впервые. Здесь потрясающе. Этим ранчо управляют потомки гаучо. Их отцы и деды были отважными скотоводами гаучо. Погладили? Понравилось? Он такой мягкий, очень нежный. Мне захотелось познакомиться с потомками гаучо. Эй, братишка! Спасибо за отличное шоу. Очень рад познакомиться. Мне интересно, как сейчас живется гаучо? Расскажи. Ну, гаучо живется очень непросто. Ну да, непросто, зато весело. К нам приезжает много туристов, мы катаем их верхом и в повозках. Учим общаться с лошадьми, даем уроки верховой езды. Так что, надо сказать, это очень приятная работа. Нам нравится этим заниматься. После прогулки вверхом мне захотелось есть, а тут еще откуда-то повеяло вкусными запахами. Это кухня, и, похоже, готовят тут прямо на углях. Энрике показывает мне огромный гриль, занимающий всю кухонную стену. Это осаду. Это ребрышки. Ясно. Да, ребрышки. Аргентина знаменита вкуснейшей говядиной. Мясо коров, которые паслись на природных пастбищах, готовят особенным образом. Прямо на открытых углях. Это знаменитое во всем мире аргентинское блюдо называется осаду. Вот это и есть осаду. То есть говядина на углях. Все, что готовится на углях, называется осаду. Мы готовим мясо быстро, а они его готовят довольно долго. Здешние повара мастерски готовят осаду. Этот повар следит за температурой и временем приготовления. Это шедевр. Снаружи мясо кажется обгоревшим, но внутри оно идеально. Чтобы приготовить обед туристам, поварам нужно не менее половины дня. Почему вы так долго готовите мясо? Чтобы мясо приготовилось внутри, а не только снаружи. Иначе оно обгорит, а внутри будет сырым. Вкусные ароматы плывут по ранчо. Похоже, все давно мечтали об этом моменте. Здесь все отличается большими масштабами. И столовая не исключение. Похоже, когда-то здесь был склад. По крайней мере, очень похоже. Но здесь уютно. Осаду, приготовленная на углях. Сегодня в меню у нас стейки и колбаски. Это очень вкусно. Салют. Я решил взять аппетитный стейк. Порции здесь огромные. В Корее я бы столько не съел. Мне хватило кусочка, чтобы понять, почему все любят аргентинскую говядину. Мясо аппетитно пахнет дымком. Ужасно вкусно. Там, где подают вкуснейшее мясо и вино, обязательно будут и музыка, и танцы. Пока гости наслаждаются трапезой, артисты поют для них традиционные аргентинские песни. Ушам не верю. Это же корейская песня «Ари ранг». Мы шли через перевал «Ари ранг». Они приветствуют путешественника из далекой страны. Я не слишком хороший певец, но мне захотелось подняться на сцену и спеть для них. Странное ощущение, когда они начали петь «Ари ранг». Мне захотелось спеть для них, потому что мои соотечественники здесь редкие гости. Поэтому я спел как мог. Сердце рвется из груди. Я счастлив, что спел корейскую песню здесь, в Аргентине. И это потрясающее ощущение. И песня, похоже, всем понравилась. Сила Гаучо помогала создавать современную Аргентину. Эта земля принадлежит Гаучо. После прекрасного дня на ранчо я вернулся в Буэнос-Айрес. Завтра мое путешествие по Аргентине подойдет к концу. Я хотел бы еще денек провести на ранчо, и все же я поспешил вернуться в Буэнос-Айрес, потому что сегодня воскресенье. Крупнейший блошины рынок Аргентины работает только по воскресеньям. Он называется рынок Сан-Тельмо. Больше всего мне понравилось просто бродить по рынку. Прямо на входе я увидел очень странный музыкальный инструмент. Что-то я сомневаюсь в том, что он способен издавать такие звуки. Этот человек-музыкант. А еще он сам делает и продает деревянные саксофоны. Что это? Это бамбуковый саксофон. Я сделал его из бамбука и тыквы-горлянки. Несмотря на странную форму, он неплохо звучит. Двести песо. Две сотни? Да. Я сказал бы, что дело не в инструменте, а в том, что он сам хороший музыкант. Пока. До встречи. Все путеводители по Аргентине советуют обязательно побывать на рынке Сан-Тельмо. Здесь продается всякая всячина, как на любом уважающем себя блошином рынке. А еще здесь звучит музыка. Здесь тоже льется музыка. Теперь я понимаю, почему Буэнос-Арес называют городом музыки и родиной танго. Прямо сейчас музыкант исполняет танго Нуэво, одну из популярнейших здесь мелодий. Это либертанго пьетсоллы. Он играет слишком хорошо, чтобы считать его обычным уличным музыкантом. Эти улицы живут танцем и музыкой. Я попал в город своей мечты. Улицы Сан-Тельмо, как и страницы моего блокнота, заполняются прекрасной мелодией и танго. Очень красиво и очень трогательно. Откуда вы? Я из Бразилии. Здесь встречаются прошлое и будущее. Туристов не отличить от местных жителей, а воздух пропитан музыкой и танцем. Рынок Сан-Тельмо является именно таким местом. Я считаю, что музыка танго является воплощением самой жизни. В деловом обществе она особенно важна. Ведь это искусство и отличительная черта Южной Америки и в частности Аргентины. Я нарисовал, как вы играете. Ух ты! Здорово! Это подарок. Спасибо огромное. Большое спасибо. Спасибо вам. Уличная музыка кажется очень жизненной. Она наполняет меланхолией и сердца прохожих. По-моему, я тоже стал более эмоциональным. На рынке Сан-Тельмо бурлит жизнь, но есть еще одно место, где представлена культура Буэнос-Айреса. Это книжный магазин Эль-Атенео. Почему этот магазин стал достопримечательностью Буэнос-Айреса? Невероятная роскошь интерьера Эль-Атенео поражает прямо с порога. Когда-то здесь был оперный театр. Теперь же разместился один из самых красивых книжных магазинов в мире. У меня язык не поворачивается назвать эту красоту книжным магазином. Я нахожусь в книжном магазине в Буэнос-Айресе. Он примечателен тем, что прежде здесь был театр, который потом переделали в книжный магазин. Прямо сейчас я нахожусь там, где раньше был зрительный зал. Эль-Атенео, прежде вмещавший около тысячи человек, до сих пор сохранил роскошный вид. потолки, балконы и сцену в процессе переделки не тронули, и местные жители приходят сюда еще и за тем, чтобы прикоснуться к истории. Всего здесь 700 тысяч книг. Ежедневно книжный магазин посещает более 7 тысяч посетителей. Я не знаю испанский, однако есть одна книга, которую я всегда хотел купить, если вдруг окажусь в Аргентине. Эту книгу написал Борхес. Вот эту книгу я искал. Борхес. Классика аргентинской литературы. Замечательно. Имя Хорхе Луиса Борхеса неотделимо от аргентинской литературы. Он написал множество философских рассказов, удивительным образом сочетающие в себе фантастичность и практичность. С эмоциональностью, более присущей европейцам, он описывал жизнь на необъятных аргентинских просторах. Он мастерски передавал ощущение жизни в стране иммигрантов, и именно это придает его творениям особенную красоту. Похоже, это прекрасный способ объединить множество вещей, но при этом не позволить людям в них заблудиться. незадолго до наступления ночи мелодии танго снова начинают заполнять улицы. В танго-кафе выступают известные танцоры, а улица становится сценой для всех, кто просто любит танцевать. Здесь танцуют не ради шоу, а ради собственного удовольствия. это городской парк. Обычно люди ходят танцевать в ночные клубы на дискотеке или кабаре, а здесь люди приходят танцевать в парк. кто-то танцует, другие смотрят, и это часть их жизни. Это Аргентина. В танго ведет мужчина, а женщина следует за ним. Через прикосновения они пытаются понять мысли друг друга. это похоже на диалог двух тел. Танго, как и другие танцы, нужно танцевать из сердца. Если ты не чувствуешь музыку, твоя партнерша ничего не почувствует. И тогда настоящего танго у вас просто не получится. В фильме «Запах женщины» Аль Пачено говорит «Все очень просто. Если вдруг ошибешься или запутаешься, просто танцуй танго дальше». Поэтому не нужно бояться. Делай то, что подсказывает сердце. Я сказал бы, что путешествие, да и сама жизнь похожа на танго. Я путешествовал по Аргентине 20 дней, и первое знакомство с ней стало для меня шоком. Но потом она произвела на меня сильнейшее впечатление. Аргентинцы живут настоящим и не позволяют условностям связывать себя. В Аргентине живут люди, чьи сердца шире бескрайних равнин, чище ледников и прекрасней самой матери природы. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова